Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет видеопокупочка новой масти породы Шайр, которая продается в зимней деревне, в зимней деревушке Санта-Клауса. Так что, сегодня мы будем его покупать, так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней, и поехали! Сегодня я, конечно же, проеду покупать новую Шайра верхом на своем единственном Шайре обычного вида, не магического, бодром приятели. И ох, как я полюбила караковую масть за последний год, и этот Шайр не исключение. Я очень долго не покупала данную породу, потом купила ее в виде бодрого приятеля. И, надо сказать, очень мало на ней каталась, потому что чаще всего на тренировке я беру спортивных лошадей или относительно спортивных лошадей, но на тяжиках, к сожалению, вот сейчас катаюсь очень редко, но все равно считаю их большущими очаровашками. И сегодня мы пополним коллекцию этих очаровашек. В компанию к водовому приятелю мы купим жеребца еще одного. Это вот такой вот серый в яблоко, и, о божечки, как же я сильно его хочу и хотела, но только из-за его прекраснейшей масти. Если бы это была хотя бы чуть-чуть другая вариация серого в яблоко, буквально на миллиметр, я не знаю, на капельку, вот немножко другая, я бы вряд ли его купила, но вот такого вида серого в яблоко, насколько я знаю, в игре еще нету, еще не было до этого ни разу. Поэтому сегодня мы покупаем второго шайра к себе в конюшню. Так, значит, характеристики. Сил 4, дисциплина 2, скорость 0, выносливость 1, гибкость 0. Данная лошадка стоит 900 старкоинцев, поэтому сейчас мы ее настроим. Значит, что по анимации? Ну, конечно же, анимация стандартная, как у всех. Шерф, шаг, рысь, манежный или же легкий голоб, голоб, быстрый голоб или же карьер. Специальная анимация на седьмом уровне, это мы вот так ложимся, потом садимся, делаем очень изящные ушки и встаем обратно на свои ножки. Вот такая вот большущая тяжелая туша у нас. Так, а что по поводу гривы, кстати? Гриву я изначально не хотела ему менять, может быть, косички думала, или же сделать вот такую вот более кудравую гриву с косой. Если я все-таки хочу поменять прическу, придется доплачивать 19 старкоинцев. Значит, в общей сумме выйдет 919. Ну, не знаю, что-то я ходила вокруг него, то так, то сяк, и поняла, что, в принципе-то, меня и родная его стрижка устраивает. Не, мне, конечно, еще ирокез нравится, но как-то не готова. Вот если белого куплю когда-нибудь, вернее, светло-серого, там точно будут либо косы, либо ирокез. Ну, а здесь пока просто будет обычная, стандартная его грива. Так, настроить и купить. Значит, это будет жеребец взрослый. А вот что по поводу имени, я... Опять же, вообще не знаю, что-то вообще... У меня очень редко бывает такое, чтобы я уже знала имя до того, как иду покупать лошадь. Но сейчас вот что-то такое, опять же, витает на уме. Так что для вас пройдет секунда, а для меня неизвестно сколько. Ожидаем. Прошло буквально несколько минут, или даже не минута, а несколько секунд. И у меня в голове появился некий образ, я начала подбирать ему имя. И что-то такое получилось в виде мраморного месяца. Хотя вот если бы у него была более светлая грива, наверное, даже светло-серая, тогда вообще было бы идеально. Но лошадь она такая, какая есть у нас в игре, поэтому ничего страшного, принимаем его с таким хвостом и с такого цвета гривой. Но все равно, вот это его масть. Он действительно... Если бы это была кобыла, то наверняка я бы назвала ее луна. А, потому что вот эти пятна очень похожи как будто кратеры на поверхности луны. И также мраморные узоры. Но так как это все-таки жеребец, хочу назвать его мраморный месяц. И я прям уверена, что такого имени у меня на конюшне еще не было. Итак, взрослый жеребец, мраморный месяц, породы Шайр, девятьсот старкоинцев, третьего поколения. Ну что ж, покупаем. Да. Боже, какой ты классный. Я не знаю, надо придумать какой-то вид деятельности, какое-то занятие у себя в ССО или в клубе, чтобы почаще кататься на тяжиках. Так как тяжиков я в принципе-то люблю, и у меня их немало на конюшне. Но катаюсь вот я на них очень-очень редко. Интересно, почему и раньше на них каталась чаще? Наверное, потому что меньше времени и силы уделяло именно конному спорту или же верховой езде в ССО. А сейчас это лучше все изучать и практиковать верхом на спортивных лошадках. Так, ну ладно. Прекращаем о спорте, возвращаемся домой к нашему мраморному месяцу. И сейчас я поняла, что мне точно нужно начинать больше кататься на тяжиках до конца зимы. Потому что вы просто посмотрите, как шикарно смотрится тот же Шайр в сугробах. Ну прям, ну вот оно прям создано друг для друга. Зима, сугроба, снежочек и величавые могучие Шайры или же другие тяжики. Да, надо, я думаю, устроить прям фотосессию с тяжиками. Итак, вот мы и на конюшне обязательно выключаем снег, иначе все будет синее. И вот, я заранее подготовила место для нового друга мраморного месяца. Он будет стоять пока что рядом с бодрым приятелем. А потом с другой новокупленной лошадкой. Вы просто посмотрите, какой ухудшенький. Прям ухудшенький. Боже мой, здравствуй. Рада видеть тебя у нас на конюшне в компании большой, компанией лошадей. Давайте же сделаем ему уход, чтобы он сразу стал у нас второго уровня. И мы смогли скакать быстрым галопом или же карьером. Так, вот так вот. Иногда, кстати, бывает баг, что вы кормите или поете лошадь, а у нее не срабатывает либо уход, либо не срабатывает получение опыта. И если в случае воды и чистки это простительно, то вот когда тратишь покупное сено, тут не до радости. Но вот сейчас это прям радость, радость, радость. Ой, ну какой он прям красивый. Я хочу сравнить его со своим тинкером, потому что мазь достаточно похожа. Можно еще, конечно, сравнить с финской лошадью. Но финская лошадь явно там поменьше будет, поэтому... А, вот еще с першироном можно его сравнить. Так, перширон. И где мой тинкер? Тинкер... А, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Так что сейчас мы их будем сравнивать. Мне просто интересно, как отличается именно масть. А-а-а! Ой, то есть прям похоже, но из-за того, что у тинкера такая густая шевелюра и белые пятнышки на теле, я как-то не подумала, что они прям очень похожи. А, нет, ну они отличаются, но при этом очень похожи. Это очень странное чувство. Ой, на тинкере 100 лет в обед не каталась. Так, теперь надо перширона поставить. Очень интересно. Да что, серьезно? И тут такие же пятна. Ребят, я извиняюсь. Вот что бывает, когда очень редко катаешься на своих лошадках. Но все равно, то есть, заметьте, они не одинаковые. Раньше, я помню, был такой косячок разработчиков, что они могли прям вот чуть ли не одну и ту же масть просто дублировать на разных лошадях. По-моему, на каких-то породах такое было. А тут вот, пожалуйста, три серых в яблоко коня. И все абсолютно разные. Подними, пожалуйста, голову тинкер. Спасибо. То есть, рисунок на груди, на ножках, на теле. И прям, ой! Просто посмотрите, я не могу. Это надо прям кадр такой сделать. Вот этот кадр серых в яблоко попок. Прям такие все разные. И, ну, в хорошем плане, что разнообразие одной и той же масти, сколько вариаций, это очень хорошо. Так, ну, я пока рассортирую их обратно в данники свои, потому что они тут мешаются, в том числе другой шар. И, о-о-о-о, какой ты классный. Я прям, я прям, о-о-о, да, это прям очень волшебное чувство, которого я давно не испытывала, именно связано с зимой. И, конечно же, там, покупка магического Шайра на другой аккаунт, это тоже очень приятно, но эта покупка была на другой аккаунт. Я, кстати, магиков зимних на основу не собираюсь покупать в этом году. Так, что на тебя можно надеть? У меня, на самом деле, очень мало хороших вестеранских комплектов. Я их почти не покупаю, а то, что есть в магазине, мне практически не нравится. Так, ну, вот, может быть, из мастерской что-то? Так, а что по уздечкам? Надо посмотреть вначале, какие у меня свободные уздечки есть, именно нового поколения. А там уже буду решать. О-о-о! О-о-о, вот точно такую же я только что, по-моему, надела на другого Шайра, и у меня такая же серебряная есть. Они подходят. Так, седло. Седло нужно, ну, видимо, черное в цвет. А есть еще такое седло? Нет, не хочу. Это проблема. Это большая проблема. Мне не нравятся басалы. Вообще никак не нравятся. Я басалы практически никогда ни на кого не надеваю. Но вот тут очень красивое седло, поэтому мы возьмем седло. А дальше идем ковыряться в шкафу и искать вальтрап. Но тоже вестинских вальтрапов у меня не так много. Может, вот этот? Или вот этот? Нет, это какой-то слишком яркий. У этого красного окантовка. Я не хочу идти в магазин. Но, видимо, я чувствую, придется, да? Так, вот вроде бы вальтрапов много, очень-очень много. Но постоянно что-то не то. Нет того самого, самого тебе нужного вальтрапа. Черный сливается. О, давайте вот этот. Я, конечно, раньше его использовала исключительно на соревнованиях. Но пока его возьмем. Так, потники. И посмотрим. А на них же можно новые? Ой, как это сейчас странно выглядело. Но мы же взяли вестернское седло. Странно. У меня вроде бы... А, у меня нету этих. У меня есть с кисточками, по-моему. Да. А, не с кисточкой, а с окантовкой уже заговариваясь. Так. Так, ну почему тут нету... А-а-а! Так, запомнили. Запомнили этот вальтрап. Сейчас мы далеко спускаться, конечно же, не будем. Хотя тут тоже где-то можно найти что-то очень даже симпатичное. Так, ну тут все понятно. Мне казалось, я видела вот точно такой же вальтрап. Вестернский скис с висячими кисточками, но такой более сероватый. Хотя, может быть, я как раз и перепутала с тем, который сейчас решила примерить на него. Ну да, уже внизу там более старые вальтрапики. Прям старенькие-старенькие пошли. Но я не теряю надежды. Надо поискать. Как говорится, если уж идешь копаться, то копайся до самого низа. Вот эти тоже, только у них, по-моему, характеристики плохие. Ну нет, походу, все-таки ничего хорошего мы внизу там не найдем. Поэтому просто покупаем за 100 старкойнцев вот этот вальтрап. Уж больно он с ним смотрится. Уж больно он с ним сочетается. Так, и что еще? Нам нужен недоусток. И нам нужны подковы. Так, благо, вот за 90 старкойнцев я могу купить. Потому что за 149 старкойнцев и за 90 старкойнцев это одни и те же старкойнцы просто называются по-разному. И разница в том, что за 90 СК вы должны прокачать репутацию до уважаемых защитников Айден. А здесь нужно просто быть 14 уровнем и открыть Морланд. Вот в этом вся разница. То есть эти более доступны. Но я покупаю за 90. Так, и мы идем теперь смотреть недоустки. Так, какой бы на тебя недоусток купить? Будет очень обидно, если я куплю ему сейчас недоусток. А на следующее обновление выйдет какие-нибудь недоустки. Которые будут шикарно на нем смотреться. Так, ну в принципе вот этот. Ничего так надо подумать. Смотрим дальше. Нет. Нет, 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 нет. Вот мне иногда прям так хочется отдельную кнопку с категориями уздечек. То есть барочные, средневековые, не знаю, там вестернские, обычные. Недоустки можно одной кнопочкой, пожалуйста, прям. Ну что, что, ну а делить-то вот эти вот кучи. Сейчас столько уздечек. Может быть вот это? Мне не нравится, как на него смотрится вот этот фиолетовый узор на недоустке. Так, стоять. Ого, а я, кажется, нашла. А я, кажется, молодец. Так, ниже у нас уже все куплено. Да я и не против купить дубль. Может вот этот? Да нет, это как-то неохота. А давайте вот этот все-таки купим. У меня его ни разу еще не было, потому что мне не нравится, как он смотрится на большинстве лошадок. А здесь оно прям хорошо сидит и сочетается с его мастью, поэтому покупаем. Ой, так, значит, и надеваем. Да, да, это оно, мне нравится. Это очень хорошо, это прям замечательно. Найти сейчас недоустки, подходящие на лошадок, и так, чтобы они не дублировались, очень-очень сложно, я вам скажу. Прямо это глобальная такая проблема. Так, мы надеваем подковки. Старые, стартовые, мы сразу выкидываем. Потому что зачем они нам? Только место занимают. Так, недоусток. Все у нас есть. И идем немножечко посмотрим, как же этот новый наш мраморный месяц, новый конь, новый шайер смотрится на фоне снежного юрвика. Вы только посмотрите на этого красавца, бегающего по снегу. И мало того, что я выбила его на улицу, чтобы полюбоваться, я еще и хочу его в лес завести. И здесь он просто сливается с кустами, с деревьями, потому что из-за снега все становится таким серо-голубым, а его масть так и отливает этими оттенками. Вот такой вот у нас теперь красавец на конюшне будет жить. Мне прям очень-очень он нравится. Интересно, добавят ли разработчики в будущем еще какие-нибудь новые масти шайеров или тех же исландцев. Я лично пока не планирую больше покупать шайеров, потому что у меня есть два. И я считаю, что больше мне уже и не надо. Так что вот такой вот мальчик теперь живет у нас на конюшне, с которым я буду сейчас активно бегать, прокачивать и просто наслаждаться прогулками с ним. А еще мне очень нравятся его ушки и носик. Ну, в особенности ушки. Прям, не знаю, у тяжиков, у серых мастей именно такие классные ушки я не могу. Ну, в общем, да, я думаю, вы уже поняли, что этот красавец у меня в самом сердце. Ну, а на этом все, и мы будем с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну, и до встречи в следующем видео. Боже, какой же он классный. Редактор субтитров А.Семкин